И вот представьте, есть праведные поступки, есть неправедные поступки, есть смешанные поступки, невежественные. Я могу не знать, что это плохо, но сделать по неверению, по невежеству. Все не намерены это сделать, но так получилось, но какая-то смешанная карма. И вот и получаем в жизни то счастье, то несчастье, то что-то смешанное. Замечали, да? Смешанное означает, что это и счастьем назвать нельзя, и несчастьем тоже назвать нельзя. Какая-то рутина, какая-то привычная, обыденная жизнь, которая тоже как-то, ну почему, зачем? Какого-то смысла большого не имеет. Это смешанная карма. Но если мы совершили какой-то поступок в прошлом, очень возвышенный, к нам на самом деле может постучаться в дверь счастья. Вот то, что мы называем своим счастьем, вот на самом деле такое вдохновение можно почувствовать. Ну а обычно это какая-то личность. Мы ждем какую-то личность, кто принесет нам счастье. Вроде бы уже нашли какую-то личность. Уже ждем от кого-то счастье. Оно все не появляется, не появляется и не увеличивается. А как-то, вы знаете, вот опять превращается в простую, обычную вещь, в смешанную. Почему? А нужно еще знать, как общаться с счастьем. Представьте, что дверь сейчас подключалась. Открываете, а там свет такой, счастье пришло, знаете, такое слепительное счастье входит в зал. Что с ним делать? Как вы думаете, вы куда пригласите? В какое место их соответствует этому счастью, вот этому великому счастью? Где вот это место в моей жизни? Есть такое место? Я сразу подумаю о своей квартире, я там не убрал вообще. А в кухне осталась грязная посуда. Я как-то близко не могу подойти, потому что я вспотел и жарко. Мне как-то неудобно даже показываться перед таким сиянием. Я как-то вот не соответствую. А мне нужно стать действующим счастьем, которое пахнет так же, как и я. Потеть так же, как и я. Выглядит примерно так же, как и я. Что если слишком большая разница, я буду смущен. И вяда говорят, что есть в этом смысле несчастье природное. То есть вы ничего плохого не делаете. Просто неприязнь природная уже есть между красивым и некрасивым. Некрасивый, очень некрасивый, не любит общаться с очень красивыми. Ученый человек и глупец недолюбливают друг друга. Богатый и бедный близко не общаются. Вроде бы и вражды нет, да? А вот есть уже в природе такая вещь, как кошка и собака. Почему они грызутся? Зачем? А природа? Причины нет. Вот в такой мире мы с вами живем вкратце, вкратце, вкратце. Он, может быть, сложнее устроен. Проанализировать не представляется возможным досконально. Но принцип понятен, что посеешь, что пожнешь. Понятная вещь каждому человеку. И именно по этой причине, чтобы оторваться от этой причинно-следственной связи, в которой я живу и создал этот мир запутанный, и уже сам запутался, в прошлом мудрецы уходили в отшельничество, в его единение. И когда они так же годами, они не занимаются какой-то деятельностью ради плодов, чтобы зарабатывать деньги, не поддерживают семью, они в отшельничестве находятся, они пытаются постичь суть быдья. Именно когда вы не работаете, не связаны с какой-то материальной деятельностью, вы начинаете мыслить глубже. Да, факт. Но сегодня это не представляется возможным для нас. Мы не можем сейчас уйти в отшельничество. Но не представляется возможным. Может быть, кто-то и пытается, я видел такие попытки, неудачные все практически. Это редкие попытки, удачные, и сразу же там строят монастыри или храмы какие-то, что сделал какой-то отшельник великий, святой, там видел Бога, понимаете. Это исключение из правил сегодня. Это не правило. Мы не готовы к такому пути. У нас работа, у нас деньги, у нас квартира, на плате счета, у нас дети. У нас много обязанностей. У нас много болезней даже, знаете, мы уже не с того теста слеплены. Мы там заболеем, зиму не переживем в пещере. Правда же? Ну, согласны? В пещеру хотите, нет? И лучше все-таки в квартире остаться на зиму. Хотя бы на зиму. Ну, то есть, практичнее быть. Мы не можем принять такое обращение. Хорошо. А что же дальше? И даже это не решает всех проблем. Хорошо. Я понял, что есть совершенство. Есть абсолютная истина. Есть душа. Есть там бог, свердуша. Все это. Я могу в отшельничестве прийти к этому пониманию, коснуться. Коснуться этой истины, пережить опыт какой-то. А вот что с этим делать и как жить, я не знаю на этом уровне. Поэтому все эти великие отшельники, великие мыслители, монахи, или как? Мона, мона, значит, муни, мудрецы, мыслители. Они приходят к этому выводу. Я знаю теперь, что я ничего не знаю. Как жить-то я не знаю. Теоретически я уже как бы познал много и предчувствую, что совершенство где-то близко, но я не знаю, как с этим быть, что делать дальше. Практически. Они непрактичны. Диакин жил в бочке. Они непрактичны. Если вы уходите в монастырь, вы так жизнь не измените мира. Может быть сейчас в монастырях много людей живет. Не так много, но живут, которые пытаются тоже позначитывать внутри себя. Ну а нам-то какая польза от этого, мы говорим. Они живут своей жизнью, мы своей жизнью, мы друг друга даже и не знаем, мы не общаемся. Вот такой разрыв, видите, получается духовности. В этом смысле. Поэтому, когда человек исчерпал свои мыслительные способности, он переходит к следующему этапу, если он, конечно же, учится. Не перестает учиться, он ищет следующие способы. И он переходит к медитации. То, что видели сегодня, это вот уже практика медитации. Это выше обычных размышлений. Чтобы познать философский мир, нужно много знать терминов, языков. Одним языком вы не сможете все понять. Еще есть язык санскрит, есть арабский, персидский язык. Язык есть ветра, есть язык моря, есть язык животных. Знаете, есть много языков в мире, которые нужно понимать, чтобы познать мир. Это гьяни называют джинана, или знание мы говорим. Это санскрит, это джинана, знание. Путь знания, сложная часть. Но медитация, значит, что вы из этого всего конгломерата знаний выбираете главную вещь. Одну только. Вьявасы, вьяваса, ятмико, буттир, экехакурунандана. Одно выбери, главное. От чего все остальное зависит. И это медитация. Думай только об этом. Все, книги можешь выбрасить все в колодец. Если ты на этом уровне. Не спешите, хорошо? Книги выбрасывайте в колодец. Пока. Если вы на таком уровне, вы просто можете через медитацию познавать изнутри сердца. Потому что внутри сердца находится сверхдуша, параматма. Именно источник памяти, знания и забвения. У нас в природе вещей есть гладезь знания внутри. Мы интуитивно понимаем это. Ну как понимаем? Ну вот мы же оцениваем. Даже ученого человека можем оценить. Талантливого человека можем оценить. Вот что хорошо. Просто не можем повторить, выразить. А внутри оценка мы можем дать. Почувствовать можем истину, да? Может быть у меня нет какого-то таланта музыкального, но я могу оценить красивую музыку. Я могу быть ценителем искусства. Ценителем философии, ценителем красоты. Ценителем культуры. Потому что внутри это есть у каждого человека. Поэтому мы советуемся с людьми друг с другом и обогащаемся знанием тоже. И медитация. Медитация означает, что увидели вот звезду в небе, например, и задумались. А есть ли там жизнь? И какая там жизнь? А если есть? Случалось ли это? И так задумались, что аж до утра. Вот это медитация. Значит, что вы впали в какое-то состояние, даже не заметили времени. То есть глубоко пережили. И что самое удивительное, если вы так глубоко погрузитесь вот в эту тему, которую вы затронули, да, в своем сердце, открыли в себе это. Можете ответить на вопрос из сердца, получите ответ. Вы знаете, что там есть жизнь. Если способны медитировать. Вы понимаете друг друга очень хорошо. Если умеете медитировать, быть внимательны друг другу по-настоящему. Леонардо да Винчи пишет «Тайную вечернюю». Роспись. Биограф описывает. В течение одной или двух недель мастер не ест, не пьет и не спит. Что? Забывает об этом. И мы до сих пор смотрим и видим, какие образы, какая психология. Он как бы это все видел сердцем изнутри. Это называется медитация. Медитация это не абстрактная какая-то вот искусственная медитация. Вы открываете там жизнь, отношения. Это медитация. Например, в этой жизни вот мы просто живем. Мы тоже медитируем. Человек всегда на что-то медитирует. Эта склонность есть у всех. Мать всегда помнит о своих детях. Постоянно круглые сутки. Невозможно забыть. Любовь нас связывает. Мы постоянно ради этого живем, ради этого работаем. Ради этого миримся и ссоримся, воюем, сражаемся. Ради только того, чтобы вот то, что мы думаем о чем-то очень важном и ценном. А в этой вот связи, живой связи, да, йога. Для этого человека мы одеваемся, для этого человека мы работаем, для этого человека мы меняем свои привычки. Для кого-то мы живем, смотрите, мы для кого-то живем. Мы не живем сам писать по себе. Один мой знакомый друг, он вышел книги распространять на улицу, показать людям Бхагавадгиту, предложить. Ну, хорошая практика. Я тоже когда-то так не занимался. Прямо выходите. Вы выходите на улицу, берете книгу и представляете людям. Вы же разумный человек. Видно по глазам. Вот для вас, посмотрите, тут и санскрит, это очень древняя литература. Тут все виды йоги описываются о свершенстве, о мире, о времени, о сверхдуши, о душе. И человек, о да, да, да. Прямо на улице. Говорит, хорошо, спасибо. Вот один мой такой знакомый вышел на улицу. А он опытный в этом плане. Он просто, знаете, он на улице не книги продает, а как бы танцует просто. Он с людьми общается. Он такой, знаете, все забывают, что он что-то продает. Он не продает. Он распространяет какое-то счастье. У него он настолько счастлив, когда это делали, что забывает обо всем. Медитация тоже. Что он понимает, что он держит в руках. И вдруг видит человека. Мужчина плачет на улице. Прямо слезы текут. Нормально, адекватный вроде бы человек. Он сумасшедший. Достаточно молодой, красивый, хорошо одетый. И у него какое-то потрясение. Он сразу к нему говорит, послушайте, вот вам трудно, я вижу, ту расстроенную, но вот книга, она вам поможет. Возьмите, посмотрите. Может быть, приобретете? Он говорит, слушай, ну не до книги мне, не приставай ко мне. Мне сейчас ничего не поможет. Не, ну хотя бы скажи, что с тобой. Что случилось? Может, на самом деле я могу чем-то помочь. Хорошо. Я закончил школу. С отличием. Я поступил в институт. Закончил блестяще. Мне дали хорошее назначение. Я получил хорошую должность. Я сделал хорошую карьеру. У меня хорошая зарплата. У меня хорошая квартира. Я все это делал для своей мамы. Она этого хотела. А вчера моя мама умерла. Я теперь не знаю, зачем я все это делал. Я для кого-то живу. Вот она медитация. Она связывает меня с кем-то, кто мне очень дорог. Она естественная медитация. Это не так, что она только в пещере где-то возможно. Она проявляется в отношениях. И когда вы достигаете божественных отношений с Богом, это кульминация этой медитации. И видите, все живое связано с высшим сознанием, с высшей волей, с высшим разумом, с высшей красотой. А разве не так? Разве мы не связаны с высшей красотой? Все хотят красоты. Все хотят знания. Все хотят богатства. Все хотят могущества. Это энергия, говорит, божественная энергия, в которой нет конца и края. Представьте, красоте нет конца и края. Знанию нет конца и края. Могущество нет конца и края. и вот с этим мы должны быть связаны не с ограниченной красотой не с ограниченным знанием не с ограниченной силой которая кончается, постепенно истыщается в течение времени а с безграничным источником и вот это есть кульминация медитация теперь давайте поговорим как же все-таки это практически какие-то тоже вещи запредельные казалось бы а практика очень проста все гениальное, ну просто очень доступно каждому ребенку любому человеку то есть мы предназначены для песен и танцев но с Богом вот и вся разница вот тут и начинается медитация Пхава Пхава хозяин собаки ходил вместе с собакой в клуб йоги и там он садился в лотос какие-то там асаны практиковал пранаямой занимался то есть он практиковал и собака сидела и тоже как бы вот подражала так же лапы так складывала вы знаете так смотрел на хозяина преданно так и с дыханием так же работала он не обучал ее этот феномен был описан в среде запасной информации когда я прочитал об этом и он научился менять ритм сердца при помощи физической практики он можно было увидеть что пульс его раз где-то останавливается он мог это создательно делать или включать его обратно я одного человека такого встречал он протягивал мне руку не чувствуешь пульс сейчас его не будет немножко задумывался и пульс пропадал я сам был свидетелем то есть он мог замедлять удары сердца и это означает что впадал в некое иное состояние сознание из которого он видел уже мир немножко по-другому ритмы же мы в ритме воспринимаем мир в ритмах в своих ритмах уже насекомая муха или мышь у которой 300 ударов в минуту уже по-другому воспринимает мир в других ритмах как летает муха там другая реакция другие она все успевает это все понимаете воспринимать у микроба несколько часов жизни для него это 100 лет у нас свои 100 лет у вселенной свои 100 лет то есть и вот эта собака собака научилась замедлять ритм сердца взяли ее пульс на лапе прощупали не знаю есть ли там пульс у собаки я придумал сейчас ну так или иначе когда прислушались потому что она тоже впадала в этот транс научилась вместе с хозяином пожалуйста вот вам медитация собака медитирует на хозяина и становится похожа на хозяина замечали что все собаки похожи на хозяина но если хозяин медитирует на собаку он становится похожим на собаку с кем-то ведешься а ты его наберешься ты общаешься близко то есть это видите не безобидная вещь если мы общаемся с глупцами мы тоже перенимаем такой стиль жизни Глупый, бестолковый. Мальбора. А зачем ты куришь? Да незачем, просто так. Глупость. Просто глупость. Но она обладает силой. Вы потом не можете оставить эту дурную привычку. Видели людей, которые что-то там такое делают? Вот так, глаза тупые такие. Потом не уходят куда-то. Это медитация у них, понимаете? Глубоко задумался, закурил. Нет, а тупел просто, потому что никотин проникает в кровь, кислород весь скрадет и тупеет человек. Вам кажется глубокомысленным. Ну, в советских фильмах, что если показать нужно, что человек о чем-то думает серьезно, нужно показать перед ним пепельницу с окурками, он курит. Вот столько, вот видите, сколько размышлений. А если смысл жизни ищет, понимаете, то он уже с бутылкой водки. Это мучительный поиск смысла жизни, понимаете? Он пьяный, постоянно ему нужно понять, зачем я живу вообще. Вот так вот мы это видим внешне, видите, вот такая тоже медитация. Если это глупости, мы перенимаем стиль жизни глупости, которые необъясняемы, не нужно объяснять спонтанно, да, спонтанно. До спонтанного уровня нужно дорасти, нужно очистить сердце, говорит в советах. Не живите спонтанно по собственной приходи, пока сердце не очищено, потому что все эти семена нашей нечистоты прорастут. Мы можем стать хуже с вами, очень нервно. И почти никаких усилий прикладывать не нужно, мы просто дать волю своим чувствам. Давайте пройдем эксперимент с нашим умом сейчас. Давайте отпустим его на свободу. В уме делай, что хочешь, говори, что хочешь, иди куда пожелаешь. Проводили такой эксперимент? Ну, когда мы работаем, домашние обязанности, ум средоточен на обязанностях, и как бы вот это помогает нам быть человеком. Внутренне. Наши обязанности влияют на наше умонастроение, это хорошо. Поэтому, говорят, нужно работать, нужно семью, нужно дисциплину, нужно встать по утрам, чистить зубы, нужно делать все правильно. Тогда и в уме будет тоже все правильно. А праздную, мастерская дьявола, если ты вот ничего не делаешь, в ум полезут уже другие мысли. Это может быть занят полезной деятельностью. Каждый человек. Это воспитание. Иначе праздную, мастерская дьявола, так говорится. Давайте сегодня проведем такой эксперимент. Отпускаем свой ум на свободу. Куда он сейчас пойдет? Ну, пока никуда вроде не пошел. На море пошел. На море уже пошел, смотри, уже пошел на море. А там тепло, правда, на море. Там пляж. Ум раздевается до гола, правда? Видите, куда он идет? Не на море. Всем известным мудрецам. Это называется пхава врожденная. Сексуальная пхава. Он туда пойдет. У меня один человек, который разводит коров, опытный он, рассказывал об этом, что на быках можно пахать. Они хорошо работают быки. Они любят. Понимают шесть команд. Налево, направо, назад. То есть можно обучать их. Они хорошо и нравятся. Тянуть этот плуг, знаете, они потом такие счастливые, когда поработают быки. Но если во время вот сезона определенного года он увидит корову где-нибудь, вы ничего не сделаете. Никакая палка не поможет. Он просто туда идет. Вот если забор впереди, он просто идет туда. Понимаете, забора нет. И он просто идет к корове, и все. Называется Митфунья пхава, которым владеет нашим умом и чувствами сегодня. Поэтому, чтобы не уводить нас кто к этой корове, кто к другой корове, кто к третьей корове, чтобы не вести такую беспутную, беспорядочную жизнь, есть долг в нашей жизни. Вот работа, семья, верность, брак, обеты, обещания и так далее. Вот мы вот должны как бы знать об этом все. Но когда сердце очищается, через медитацию на божественное, человек обретает свободу. Иди куда хочешь. Думай и говори о чем хочешь, и делай что хочешь. Ты никакого вреда никому не причинишь, потому что это высочайшая нравственность. Если вы достигаете этого уровня, вы вретаете полную свободу. Называется регулирующие принципы свободы. Парадокс. Регулирующие принципы и свободы. Как это? Если вы соблюдаете закон государства, вы свободный человек. А если вы живете по собственному приходи, нарушая законы государства, тюрьма. Так те же свободы. Это следование законом или противоречие закона. Есть законы божественные. Вот это мы должны осмыслить при помощи медитации. Закон в сердце находится. Это очень просто. Например, не убей закон. Давайте каждого спросим здесь. Хочешь, чтобы тебя убили? Давайте тебя убьем сегодня. Скажете нет. Ваше сердце скажет не надо. Ахимса правильно. Видите, мы же понимаем это по отношению к себе. Все заповеди. Не лги. Да, меня не обманывай, пожалуйста. Меня не надо обманывать. Правильно. Заповедь. Знаешь. Не прелюбодействуй. Не изменяй мне правильно. По отношению ко мне. Все заповеди. Правильно. Видите. Подошли к другим. Не знаю. А подошли к другим. Все правильно в библии написано. Ну а подошли к другим. Я не знаю. Если это чужой человек, можно обмануть, можно убить. Если это животное, тем более. Видите, как мы рассуждаем. В свою пользу мы принимаем все священные заповеди. Жизнь моя священна, мы говорим. Теперь нужно осознать, что так думает каждый человек, что жизнь каждого человека священна. Если даже он не является каким-то выдающимся человеком. Потенциально он тоже душа. Он тоже частичка Бога. Вот эта медитация на личность Бога. Для которого мы живем. Для которого мы работаем. Для которого мы дышим. Для которого мы образуем семьи. Государство. Если мы думаем о Боге, когда мы действуем, то все божественные энергии проходят через нас в этот мир и обогащают его знанием, красотой, богатством. Знаете, что описывается в Пуранах? Когда-то было такое управление миром. В давние эпохи. Не в нашу эпоху. Наша эпоха другая. В другие эпохи были императоры. Которые являлись представителями Бога. Они управляли не людьми. Нет. Праджей. Всей жизненной силой в совокупности планеты. Вот как они делали. Они понимали предназначение каждого живого существа. Каждого вида. И в итоге, говорится, Земля, планета давала все необходимое человеку сама. Сегодня, чтобы вырастить какую-то культуру на Земле, нужно много усилий. Нужно удобрения. Нужно химическое удобрение. Нужно от паразитов это все. Знаете, это сложная вещь. А сорняк растет, смотрите. Сколько угодно. В другом качестве растения сильные. В гуне благости слабые. Чуть что, они уже болеют. Чуть что, какая-то тля. Или колорадский жук. Сколько врагов появляется у нашей культуры. Если вы что-то хорошее хотите делать, сразу же столкнитесь с трудностями. Сразу же, наш вера. Потому что низшие гуны сильнее. Очень сильные. И добро неорганизовано. У нас есть у каждого какое-то добро, но оно неорганизовано. А жадность хорошо организована. А зависть хорошо организована. Знаете об этом? Так, сказано было, что. Что такое капитализм? Организованная жадность. А что такое коммунизм? Организованная зависть. Видите, как все организовывается. Целые формации организовываются. Из этих качеств. Но, веды говорят, это низшие качества. И когда мы медитируем через жадность, через зависть, получается вот такой как бы результат в мире, результат нашей медитации, наше умонастроение. Видите, самое важное — это умонастроение. Вот нож в руке домохозяйки, нож в руках убийцы — один и тот же нож, предмет, но разное умонастроение двух людей. И смотрите, а какая гигантская разница между этим явлением. Нож в руке. Несоизмеримая разница, видите, умонастроение определяет все. Поэтому для ума предписана медитация на высшие истины, на самое чистое, на самое прекрасное, на самое возвышенное. И что же такое? Имя Бога. В этом мире это имя Бога. Тут тайна эзотерическая, глубокая заложена. Может быть, я начну сейчас с другого момента. Если мы с вами умножим человеческое счастье нашей жизни в сто раз, ну, какое-то счастье есть же у нас, погода хорошая, отдых, ну, что мы считаем хорошо в жизни, давайте умножим это в сто раз. Это будет счастье на райских планетах. Так живут живые существа в районе. В сотню раз увеличивать. Если вы умножите в сто раз счастье райского мира, это будут высшие планеты, такие как Махар-Лока, Джана-Лока, Тапа-Лока, Ситха-Лока. Это высший рай еще. Там наслаждаются еще глубже. Если вы умножите счастье, Махар-Локи в сто раз, вы попадете на Брама-Локу, на высшую планету Вселенную. Вы будете жить там, если достигнете этого счастья через практику. Если вы умножите в сотню раз счастье Брама-Локи, вот уже вне всякого нашего воображения, вы достигаете некого представления о Боге. Некого представления о Боге. Если вы повторяете имя Вселенского Бога, кто имеет отношение к Вселенной, тысячу раз, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, их начетко повторяют, это медитация. То в этом звуке присутствуют все держители, вся эта сила поддерживающая. Видите, нет разницы между Богом, Его именем, формой, качествами. Он абсолютен. У нас мы не абсолютны, у нас вдольственность, у нас есть разница. Между моим телом и душой разница есть. Между его телом и душой разницы нет. Нет разницы между его взглядом, движением, мыслью, словом, телом, частью тела. Все абсолютно совершенно в нем. И между его именем и им самим никакой разницы нет. Вот какая тайна. Поэтому говорится, в суе не повторяй имя Бога. Будь осторожен. Там присутствует верху руми непосредственно. Прямо в звуке. Это шабда-аватар. Шабда – это звук. Аватар – нисхождение. И когда солнце светит, все проясняется, что хорошо, что плохо, что чисто, что нечисто и прочее. Так же, когда аватар не сходит на землю, устанавливается истинное духовное знание. В его присутствии невозможно что-то исказить, как при свете солнца. И точно так же, когда, если мы искренне повторяем имя Бога, мы уже больше не можем делать дурные вещи. Совесть пробуждается изнутри. Не позволяй. У каждого человека есть контроль изнутри. Самоконтроль. Общение, взаимношение с Богом. И как пробуждается? Через воспевание, медитацию на имена Бога. А их много. В исламе их 99. Но есть, говорит, и соты нераскрытые. Познав которые, человек будет творить чудеса. Чудеса творят уже именем Бога. И так. Болезни исцеляют, духов выгоняют, там еще какие-то вещи. Есть такие специалисты. Это все имени Бога делается. К несчастью, имени Бога иногда делают злые вещи. Плохие вещи. Не рекомендовано священное писание. Но мы сегодня об этом не будем говорить об отклонениях. Мы говорим о чистой практике. Я однажды попросил в Алматы, чтобы мне принесли список 99 именов Аллаха с переводом. Хотел взглянуть, что же это за имена. Я где-то около двух часов просидел. Читал их с переводом. Там много близких синонимов, как выяснилось. Это был потрясающий опыт. Была потрясающая медитация. На какое имя Бога медитируете, такое качество приобретаете. Представляете, что происходит? Трансформация. Вы, ваш дух, ваши чувства возвышаются, чтобы соприкасаться с абсолютной истиной, что там столько качеств, столько имен, и все они трансцендентные, все они великолепные, они ослепительные. Там нет недостатков. Там нет недостатков. Там нет ни шигуны невежества, ни страсти, ни жадности, ни зависти. Там такая свобода, такие океаны блаженства. В имена Бога. И если вы тысячу раз принесете – шри-ви-шну, 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 это будет равносильно помогуяque той силе, если вы три раза скажете – шри-рам, 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 тысячу имену вишну, во имени Рама. я потом поясню, почему отличаются такие имена есть целая наука описанная трактат, называется намататва нама значит имя философия имени Бога объясняется, это целая наука практика, описанная мудрецами это все описывает намататва, я вкратце сейчас говорю если вы трижды принесете шри рам шри рам, шри рам, шри рам, чисто помогусь что равно одному имени Кришна имена делятся на две категории у нас тоже аналогично, отраженно, похоже есть имена вторичные и первичные вторичные имена относятся к нашей деятельности я могу сказать, что я профессор или писатель кто же мне может так обратиться и отключиться, я гражданин это вторичные имена они примемы почти практически каждому живому существу в чем-то мы творцы, в чем-то мы судьи Бог творец, Бог судья это вторичные имена и мы тоже имеем что-то подобное я если скажу гражданин, гражданка вы услышите можете откликнуться а может подумайте к вам это лично не относится тоже это вторичные должности господин директор замдиректор рабочий указывает на наше положение в обществе и вот Бог судья говорится Бог творец Он справедлив Он милосерден Он уж прощает наши грехи Он творит этот мир вот все эти имена есть и в Ведах и в Библии и в Коране найдете подобные имена а вот первичные имена это секрет не каждому открыта эта татва она скрывается где-то почему? из-за меткуня бхавы пока есть вожделение в сердце эти имена не раскрываются почему? они интимны у себя дома Он не творец не судья он возлюбленный Он все прекрасны у себя дома там нет творения там вечный мир там нет такого понятия как творение означает что есть начало и есть конец как материальный мир он имеет начало и имеет конец любое живое существо имеет свое начало и конец мы живем во вторичном мире где вторичные имена где многое срождение и смертей где есть причинно-следственная связь за все нужно отвечать это вторичная наша природа а первичная наша природа вечно как у него мы же его частички мы его возлюбленный чадо говорится так говорят еще мы его наследники один нищий несчастный человек шел даже к астрологу и сказал можешь мне сказать почему так страдаю посмотри на гороскоп я устал от жизни астролога звали значит знает все прошлое и настоящее будущее он взял его гороскоп посмотрел и удивился а я не знаю почему ты страдаешь похоже только по собственной глупости дело в том что у тебя в гороскопе очень богатый отец у тебя наследство знаешь какое безграничное наследство но дело в том что ты родился на чужбине отца никогда не видел и думаешь о себе как они вот как мне найти отца как мне получить наследство это аллегорическая история и там старовагья этот мудрец говорит что есть четыре направления поиска север юг запад восток вот я тебя сейчас не ходи на юг там тебя будут жалить до смерти пчелы не ходи на запад там тебя убьет злой якша дух не ищи на севере там тебя проглотит огромный змей ищи на востоке там твой богатый это аллегорическая история юг аллегорит створяет кармическую деятельность где люди работают работают чтобы наслаждаться плодами труда это подобно тому как медведь наслаждается медом найдет в лесу мед о повезло начинает есть и при этом его жалят пчелы он даже не может по-настоящему наслаждаться потому что ему беспокойство его не оставляют никогда думаете почему мы сейчас так живем что нужно закрывать там двери на замки там знаете прятаться много беспокойств не можем наслаждаться хорошо закрылись а тут дети орут или жена спорит тоже кругом беспокойство хорошо всех выгоню дай один отдохну скука вот какая жизнь не ходи в эту сторону говорится беспокойство тебя никогда не оставят если ты будешь думать о работе и деньгах никогда покой не придешь пойдешь на запад запад означает умственные измышления запад это что-то придумывает новенькое новая модель машины новая мода новая одежда новые там туфли все старое забытое это тоже та же самая выгода под другой маркой и выдумывают новые философии новые системы йоги новое образование новую историю переписывают заново не понравилось переделывают все это западный мир направление запада не ходи туда тебя убьет собственный ум якшиз где он мой ум враг может быть горе от ума ты будешь придумывать какие-то новые концепции это станет твоим твоим падением ты будешь ценить свои выдумки вместо истины ты подменишь в твой собственный ум в твой враг кажется если ты пойдешь на север это место имперсональной медитации ты там растворишься и исчезнешь как личность как индивиду погибнешь потому что растворение означает гибель индивидуально нирвана называется нирвана или шуя станешь пустотой туда тоже иди на восток там ты узнаешь о своих вечных отношениях с твоим богатым отцом вот и все это это знание приема Иисуса Христоса еще в свое время знаете в притчах где он богов называет твоим отцом вот такое сравнение дается что нам это как-то близко и понятно в нашем земном измерении отец мать это что-то близкое дорогое любящее защищая нас он рассказывает притчу об отце и сыне о блудном сыне помните он рассказывает притчу людям эти несчастные люди они плачут они начинают понимать что бог сострадателем он личность и мы не чужие друг другу у нас одна духовная природа нас отделяет это тот материальное воплощение отождествление с этой плотью временной распадающейся на части постоянно те забмены веществ и отец и сын возник конфликт этот сын блудный он ушел просто решил жить независимо от отца и там столько несчастья он пережил описывается в этой истории дошел до крайней нищеты до такой нужды что же мечтал о помоях чтобы поесть вот которым который свиньям дают даже мечтал об этом и даже этого ему не доваривается и он подумал а это у конца может не выгодно может все-таки как-то а может и нет но нет другого выхода и с тяжелым сердцем с великими сомнениями и страхом он пошел обратно в дом к отцу и удивился как отец увидел его еще издалека и так обрадовался и бежал навстречу и руки распростер и обнимал его и целовал его в этом рубище несчастного грязного больного и праздник заказал говорит пригласил весь народ сын вернулся ко мне сын вернулся ко мне приходите все я буду угощать всех это великий праздник и его послушные сыновья сказали отец ну как же где же справедливость мы с тобой при тебе твою волю исполняем тебе служим ты для нас ни разу такого праздника не устроил этот блудный сын негодяй вернулся ты для него праздник устроил ну вот вы всегда при мне и все мое богатство при вас тоже а вот этот сын умер и воскрес ушел и вернулся большая разница большое счастье вот такие притчи рассказал Иисус Христос о личности Бога но не раскрывает эту личность Бога говорит об отце веды говорят этого недостаточно давайте пойдем дальше этого недостаточно почему отцом а потому что у отца мы выпрашиваем что-то в общем дай то дай это ребенок все подходит папа папа зачем пришел а вот мне нужно что-то дай мне это дай деньги папа уже знает ребенок идет он же кроман нужны какие-то деньги иди а зачем он еще придет к отцу иногда он на эти деньги купит конечно подарок тоже наибольшие деньги сын, отец подряд а в духовном мире в том первичном мире никто не знает его как отца но как возлюбленного и все исполняют его желания все нормально если мы хотим познать его первичный мир царства Бога мы должны так же поступать эта атмосфера проводится это счастье увеличенное в сотни тысяч раз мы тоже имеем вот это медитация вот для этого мы воспеваем имена Бога конечно чтобы их воспевать правильно да это целая наука меняется образ жизни мы настраиваем этот инструмент человеческое тело нужно учиться рано вставать нужно знать какую пищу принимать то есть образ жизни соответствующий как ему угодно мы делаем когда в сочетании с образом жизни с знанием с определенной практикой мы видим что это процесс чрезвычайно могущественный но не отличается от обычных чувственных наслаждений этого мира песни и танцы можно просто петь и танцевать оказывается и внешне это не отличается это даже как праздник как чувственное наслаждение похоже но другое уже чувственное наслаждение совсем по-другому не органы чувств а счастье проникает в сердце обезоруживает ваши чувства и ум останавливает то есть остановка ума называется самадхи чтобы остановить ум нужно заниматься аштангой йогой знаете годы 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 непрерывно это сложно сложно в наших условиях но чтобы остановить ум в практике бхакти йоги при помощи мантры медитации ну достаточно иметь опыт ну несколько минут в практике бывает такое сегодня мы хотим провести такую медитацию коллективную это самая сильная медитация если хотите то есть будем поспевать маха мантру именно могучную мантру маха великую мантру и участвуем можете хлопать в ладоши в такт можете подпевать громко если стесняетесь спеть можете просто служить и в уме в уме повторять но процесс таков ведущий должен вести кирта называется чередование один поет все служат там все поют один ведущий слушает чередуется должно быть чередование внимательно слушание слушаем ведущего ведущий слушает аудиторию и нас сегодня много возможно что-то получится потому что при большом количестве эффект может быть усилен если мы с желанием включимся в этот процесс на это время нужно забыть откуда мы сюда пришли из Белоруссии или из Франции неважно мужчина или вы женщина забудьте об этом что там в вашей семье не все хорошо давайте забудем на полчаса хотя бы давайте отвлечемся от всех наших земных оценок впечатлений событий памяти в этом нам поможет маха мантра давайте этот звук используем как лодку для передвижения по реке пусть она плывет по этому течению давайте доверимся на полчаса этому процессу если вы будете хлопать в ладоши во время пения Харе Кришна мантры сейчас посмотрите на ладоши запомните линии потому что после киртана линия изменится может быть не сразу первого киртана но я свидетель все линии на ладони у меня изменились у моей жены тоже можете проверить они другие уже да да факт перемены будут внутренние сразу же и вы придете домой и скажете всем своим домочадцам а вы были на киртане да вы что в невежестве будете жить что ли а ну подешли все на киртан они скажут с ума сошел какой киртан а они не понимают потому что мясо жрете а мясо еды такие ты сам с нами все это ел что ты из себя сейчас строишь что ты тут еще и вы начнете вот так вот такие отношения чувствовать что дома такое невежество вообще в вашем доме это столько вещей не нужно нужно все повыбрасывать телевизор в окно там куда-то там что-то еще мы знали такие вещи такие попытки были не торопитесь выбрасывайте телевизор хорошо после киртана я предупреждаю такое может случиться с вами вдруг вы пойдете в транс и пойдете по городу проповедовать скажите предайтесь богу босиком пойдете знаете всех на колени и таких сумасшедших мы тоже видели после после киртана я надеюсь что здесь все равновешено нормальные люди нужно быть нормальным человеком разумным вполне потому что не впасть в какую-то крайность после этого я беспокоюсь видите последствия а теперь мы должны с вами попеть так я понимаю готовы все не страшно нет ну слава богу я буду петь простую мелодию которую можно подпевать не медитируйте на мои способности вокальные медитируйте на мантру на мантру на US на мантру на мантру Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон